всем привет на этом видео хочу показать как мы создадим легко и просто свой собственный домашний клауд сервер который основывается на nextcloud и мы будем использовать для этого rest prepi на прошлом видео мы устанавливали nextcloud со всеми компонентами с веб-сервером с базой данных с php делали какую-то конфигурацию здесь же этого не понадобится даже не понадобится никакого знания линукса все что мы сделаем это переходим на сайт он любит точка ком здесь переходим ниже вот сейчас нам показывать какие устройства можно установить nextcloud.pi и вот кнопочка download нажимаем ее дальше выбираем nextcloud.pi и здесь будем скачивать мы архив dc2 сохраняем его его можно будет распаковать с помощью программы 7-zip когда вы распакуете архив у вас будет вот такой файлик nextcloud.pi с расширением имидж этот файлик этот имидж нам нужно перенести на наш на нашу флешку для этого я использую rufus подключаем флешку и теперь запускаем rufus хорошо вот сверху уже видим нашу флешку у меня немножко большая 64 гигабайт там будет достаточно 16 дальше выбираем наш образ нас наши имидж на cloud.pi нажимаем открыть и все оставляем без изменений нажимаем старт соглашаемся чтобы удалило все данные все мы копируем наш имидж на нашу флешку я это пропущу наша флешка с образом готова нажимаем закрыть и отключаем нашу флешку все теперь можно перенести флешку в наш респири.pi подключить к нему монитор и клавиатуру этого будет достаточно и переходим к нашей предварительной установке нам нужно будет настроить вай фай чтобы можно было подключаться с нашего обычного компьютера переходим на монитор я включил респири и вот идет загрузка первая загрузка может занять некоторое время но это нормально все загрузка завершена теперь нам нужно сделать нашу первую регистрацию заходим на PI вводим PI как логин и пароль у нас будет Raspberry при вводе пароля никаких символов никаких значков отображаться не будет это нормально для линукса нажимаем просто enter может занять некоторое время и теперь вот Raspberry делает последние свои настройки мы зашли на Raspberry и теперь вводим такую команду как sudo recipe config это единственная команда которую мы будем вводить нам это нужно чтобы запустить настройку нашей Raspberry там мы сможем настроить ssh протокол и настроить подключение к Wi-Fi здесь мы можем настроить наши необходимые параметры переходим в network options второй параметр и выбираем здесь второй пункт также Wi-Fi дальше указываем свою страну ищем Россия, Украина в любом случае это Германия здесь нам нужно ввести имя нашей Wi-Fi точки нашего Wi-Fi вводим нажимаем enter и здесь вводим пароль от Wi-Fi и также нажимаем enter мы еще включим ssh протокол для этого переходим в пятый пункт interfacing options и выбираем здесь второй пункт ssh нажимаем enter нажимаем да переходим на yes все у нас включен ssh все готово мы все настройки сделали теперь выходим отсюда сейчас мы проверим настройки сети пишем IPA и запоминаем наш IP адрес он нам понадобится в будущем у меня 192.168.178.35 и дальше мы проверим подключение к интернету просто сделаем пинг и пропингуем Google так все мы настроили сеть мы можем отключаться от нашего монитора и отключать клавиатуру все переходим на обычный компьютер нам понадобится браузер запускаем браузер и мы запомнили наш IP адрес его будем вводить в адресную строку я ввожу свой адрес respire.pi было в конце 35 и enter так здесь мы перешли на такую стартовую страницу настроек nextcloud.pi где мы должны это все активировать перед нами сейчас находятся логин и пароль для настроек для самого nextcloud в верхней части это будет у нас логин и пароль для настроек снизу будет для самого nextcloud мы это все сохраним в блокнот я сделал такую заготовку здесь сохраняем нашего пользователя ncp и здесь тоже будет у нас ncp как пользователь и теперь скопируем пароли так перейдем скопируем пароль для конфигурации и теперь еще скопируем пароль для самого nextcloud так готово готово нажимаем активация nextcloud делает предварительную настройку это займет несколько секунд так вот здесь нам нужно ввести наши логин и пароль от настроек здесь вводим ncp и пароль так скопировали и вставляем все ждем отлично перед нами сейчас настройка нашего API nextcloud предлагает нам сделать настройку в мастере мы соглашаемся запустился мастер настроек здесь нет кнопки дальше нужно нажать сверху в менюшке usb configuration нажимаем и здесь оно говорит что хотим ли мы подключить наше usb устройство мы нажимаем да и говорит подключите ваше usb устройство в моем случае это будет usb флешка кто-то может подключить внешний жесткий диск так я вставляю свою флешку в Raspberry Pi в usb ratio так нажимаем дальше отлично nextcloud увидел что мы подключили флешку теперь он предлагает нам отформатировать флешку так ну стоит согласиться потому что он делает партицию либо файловую систему такую как ему необходимо мы нажимаем форматировать usb и у меня вышла ошибка так попробуем повторить процедуру нажимаем еще раз форматировать и снова ошибка так это не очень хорошо но если у вас такое же повторится то вы просто отключите свое внешнее устройство от usb и снова подключите его так все подключил и заново и теперь нажму еще раз форматировать usb вот хорошо ошибка уже сразу не вскакивает значит будет отформатирована в зависимости от размера флешки либо диска это может снять некоторое время здесь nextcloud теперь предлагает создать папку на нашем диске или на нашей флешке куда будут сохраняться наши данные наши файлы мы с этим соглашаемся так даже будет проще потом просматривать наши файлы если мы просто отключим наш жесткий диск или флешку и подключим к компьютеру то все данные будут там так готово наши папки созданы и здесь nextcloud спрашивает хотим ли мы получить доступ с интернета к нашему nextcloud в будущем я хочу это сделать нажму да nextcloud сейчас делает настройки веб-сервера и устанавливает программу как fail-to-ban которая не дает возможности произвести brute force атаку с интернетом готово теперь nextcloud предлагает сделать port forwarding это значит автоматически перенаправлять весь поток на защищенный порт по протоколу https это работает не всегда корректно поэтому я сделаю ручную настройку нажимаем продолжить continue и здесь нам nextcloud предлагает подключить наш dune DNS если у нас такой имеется он предлагает уже такие провайдеры как free DNS и новый API у меня этого нету я пропущу вот наш финишный экран здесь мы можем продолжить настройки нашего API либо перейдем сразу наш nextcloud ждем загрузки nextcloud готово вот наш IP адрес такой остался и здесь вводим наши логин и пароль для самого nextcloud вот эти вот данные пароль и пароль войти предварительная настройка стандартных программ стандартных приложений для nextcloud занимает также небольшое время 1 при 5 4 это будет конечно значительно быстрее чем на тройке готово вот наш стартовый экран стартовое приветствие от nextcloud здесь нажимаем дальше можно сразу просто закрыть и начнем пользоваться вот файлы от nextcloud по умолчанию и предустановлены наши приложения здесь вот можно перейти обратно в настройки nextcloud.pi которые мы делали первое что мы сделаем добавим пользователя чтобы не ncp а нормального так здесь мы видим вот наш пользователь ncp который мы использовали мы создадим нового пользователя нажимаем новый пользователь и здесь вводим имя нашего пользователя так и введем пароль который мы хотим который мы можем запомнить легко и добавим группу админ так и нажимаем окей все пользователь создается готово прекрасно теперь изменим пароль к нашему ncp пользователю на всякий пожарный переходим настройки и дальше переходим в безопасность готово вводим здесь наш старый пароль это длинный пароль и меняем его на новый сохраняем готово также мы можем дальше настроить наш nextcloud заходим в настройки по nextcloud вот сюда нас перебрасывает на другую страницу здесь мы можем увидеть нашу версию nextcloud наши системные настройки сделать настройки по backup сделать настройки по ssl использовать lesson script настроить нашу сеть лучше настроить VPN настроек очень и очень много что мы в первую очередь сделаем это мы обновим нашу систему переходим в самый низ к апдейтам и нажимаем дальше update здесь нажимаем apply идет обновление на что еще хочу обратить внимание что когда вы заходите на панель управления вот настройки нашего nescloud.pi то нужно заходить на порт 4.4.4.3 то есть наш IP адрес и потом порт обновление готово и дальше сейчас посмотрим какая у нас система информация системе я это ускорю вот такая у нас системная информация выдается и сейчас просто переходим в наш nextcloud справа вверху идет загрузка хорошо так настройки нам больше не нужны закрываем и вот снова перед нами наш nextcloud как я уже говорил мы перед нами сейчас видим стандартные файлы которые предоставляет nextcloud это можно все отключить либо настроить какие файлы вы хотите изначально подключать и мы сейчас посмотрим давайте какие есть у нас приложения так есть события контакты то есть можно подвиг к телефону календарь стандартный также можно синхронизировать с телефоном есть заметки задачи nextcloud настройки еще и настройки также мы можем добавить наше приложение расширить наш nextcloud расширить возможности нашего nextcloud превратить его в полноценный клауд который будет не только для файлов служить но еще для каких-то личных задач сейчас посмотрим что у нас предлагает какие приложения предлагает нам nextcloud вот мы слева сразу видим обновления которые есть сразу же все обновим ну и вот отсюда можно установить дополнительные приложения слева у нас все разбито по категориям на данный момент существует больше чем 200 приложений под nextcloud на любой вкус и цвет почти для любых задач но перейдем в начальную страницу нажмем вот сюда ага еще идет режим обслуживания то есть обновление у нас еще не завершено и вот автоматически нас сейчас уже после обновления перебросило нашу начальную страницу так ну как бы это вот и все по графической оболочке что еще хотелось бы посмотреть это где находятся наши файлы я запущу оба extern с самого начала мы активировали ssh и по нему сейчас подключимся пишем ssh дальше пользователь api собачка и наш ip-адрес так нажимаем enter все мы находимся на нашей raspberry pi введем команду mount здесь мы видим все партиции которые подключены и вот наша флешка как это определить пишем fdisk минус l нужно быть супер юзером либо пишем sudo здесь мы видим нашу флешку на 16 гигабайт и вот наша партиция sda тоже как мы видели в mount вот у вас это будет может быть другая буква ну как бы это все всем спасибо за внимание всем пока пока